Займёмся немножко медицинским и физиологическим аспектом. Вы видите, какой я обстоятельный, да? Вот, я говорю не только о духовных вещах, я говорю о том, что мы люди, мы имеем тело, мы имеем тело, дух, душу, да, и когда прославление участвует у нас и тело, и дух, и душа, да? Вот, и вы знаете, что функция человеческого моза очень удивительно устроена, что есть правое и левое полушария, я вам уже фильм показывал, да? У мужчин и у женщин они по-разному функционируют, оказывается, да? У одних больше интеллектуальное, у других больше эмоциональное. И мы видим, что в полушарии там всё наоборот получается. Нога сверху, рука снизу, да? Правое слева, левое справа. И здесь, вот смотрите, точно вам показываю место. Когда хотят показать человеку, какой он умный, всегда туда хлопают. Вот это зона брака находится, вот такая она небольшая. Зона, которая завидует речевыми интеллектуальными функциями. Итак, видите, двигательные функции. Первое, смотрите, сверху. Правое полушарие, да? Это управляет левой стороной, левое управляет паровой стороной. Теперь мы увидим, здесь имеется в виду, так как здесь нарисовано, у правши. У левши всё наоборот. Вот поэтому очень вредно переучивать левшу. Вы видите, какой я упрямый человек? О, нет, вы нормальный. Я такой упрямый. Да, меня заставляли переучивать. Я писал в первом классе палочки, заставляли мне писать правой рукой. А там всё равно, что вам писать левой рукой. Чисто писание, представляете? Ну, научили, научили на свою голову. Вот, заставляю их кушать правой рукой. Тоже научили шить правой рукой, научили. А вот компьютером я мышкой пользуюсь левой рукой. И, знаете, правая рука у меня сильнее. Если нужно что-то поднять, я беру правую. Если мне нужно сделать тонкую работу, что-то где-то чистить, что-то где-то достать, я использую левую руку. И я сам. Вот. Видите, ну, нельзя переучить человека, потому что вот смещаются эти центры, и возникает в мозгу человека неразбериха. И он делается очень упрямым и непредсказуемым. Левши, кстати, они больше склонны к оригинальному, такому нестандартному мышлению. Я у вас тоже стараюсь постоянно ваши мозги перевернуть в обратную сторону. Замечаете это? Если у вас крыша едет, значит, я внутренне радуюсь, ощущаю чувство внутреннего удовлетворения. Но левое полушарие, оно считается интеллектуальным. Видите, какие функции интеллектуальные? Писать, читать, считать, да? Вот. И в результате, если направленное в будущее, это что? Прогнозировать. То есть мы можем точно рассчитать, что будет на основании данных. А если у нас этих данных недостаточно, мы можем это сделать? Мы не можем это сделать. Другое полушарие, оно эмоциональное. Эмоциональное. И выполняет эмоциональные функции. Искусство, музыка, да? И если оно направлено в будущее функции, то это что? Предсказание, предчувствие. Мы можем так тоже видеть, говорят, интуиция. Я не знаю, но я знаю, что вот так должно быть. Или что вот так будет, да? Я не могу это обосновать какими-то логическими вещами, да? И это будет интуиция. Итак, смотрите. Значит, левая полушария управляет правой стороной тела и устная речь. Так? Оперирование числами. Письменная речь. Как вы говорили. Что? Говорить, писать, считать и читать. Да? И чтение. И что у нас? Мышление идет. Процесс мышления. Мы размышляем. В результате получаем какой-то вывод. У большинства людей, мужчин, какое развито? Да. Логическое, да? Левое полушарие. Да. Да. Логическое мышление. У большинства женщин больше какое? Да. Эмоциональное. Правое, да? Поэтому женщины больше склонны к интуиции. Они более эмоциональные существа. Видите? Ну, интересно, что музыкальные способности, хотя здесь относятся к этому полушарии, но женщины, великие музыканты, все-таки меньше встречаются. Почему? Помните? Женщина, она способна глубоко развить какую-то мысль. Вот, как это единственный академик Складовская Кюри получила Нобелевскую премию, потому что она из тонны руды добыла несколько грамм ради, да? Но придумать что-то новое, это все-таки изобретение, функция какого? Мужского, да? Мужского полушария. Поэтому женщины, они более хранительницы очага. И если говорить, мужчины более авантюрного такого склада, более боевого склада, да? А женщины хранительницы домашнего очага. То есть, у женщины выступают, мужчины, как акселераторы, можете записать, да? Акселератор, то есть, что, ускоритель, да? Ускоритель ускоряет думатель-думатель. Помните? У братьев Стругацких. А женщины, в основном, как стабилизатор. По крайней мере, функции женщины. Бывают, конечно, истерические. Сервозные женщины, которых никак стабилизаторами не заешь. Но это не задумано было Богом. Это было не задумано. Это акселератор, ускоритель и стабилизатор. Богом все-таки какая задумана добрая женщина, которая может улаживать конфликты, да? Которая будет поддаваться мужу, как это лагерно, как по-русски сказать, да? Я не знаю, как. Да. Вот. Значит, сейчас дойдем. Мы сейчас поговорим пока о разнице мужской и женской, да? И теперь женщины. Мы говорим. Смотрите. Музыкальные способности. Музыкальные способности. Музыкальные способности. Дальше. Если у мужчины оперирование числами, у женщины трехмерные формы. Вот вы можете вообразить фигуру какую-то в трехмерном пространстве, да? Мужчине труднее изобразить. Мужчина вот по карте хорошо ориентируется, да? А женщина будет лицо человека лучше воспринимать, эмоции человека. То есть то, что касается трехмерного пространства. То есть функции трехмерной формы. Способность к искусству. И вместо интеллекта, что у женщины? Интуиция. Вместо мышления, что у женщины? Воображение. К сожалению, вся наша цивилизация, она основывается на том, что развивается только левое полушарие. И причем то, что учат в школе одинаково и мальчиков, и девочек, это хорошо или плохо? Я тоже считаю, что это плохо. Это опять-таки равенство полов, и все это не от Бога, да? У женщин должно быть особое, да. Особое, я не говорю, что женщины хуже мужчин, да? Но нужно развивать те способности, которые задатки заложил Бог. А не ломать их и заставлять развиваться те, которые Бог не заложил в такой мере. И не предназначил человека. И теперь смотрите. Если мы даже исполняем песню какую-то. Есть, вот, любят песни с большим количеством куплетов. Старые пятидесятники любили петь. Мы когда будем говорить о балладах, вот известная баллада, «Товарищ, мы едем далеко, подальше от этой земли», да? Ее пели иммигранты, ехавшие в Америку в начале двадцатого века от погрома в России. И она составляла пятьдесят куплетов. Все их и нужно было запомнить, причем на идиши. Вот. Но про баллады, даст Бог, дойдем до баллада. Это тоже еврейское искусство. Очень интересное. И с какой полушария работает? Да. У нас, получается, работает левое полушарие. Интеллектуальное. А если мы просто поем без слов, ай-яй-яй, ой-яй-яй, какое полушарие работает? Левое. Да? Правое. Правое. Уже работает правое полушарие. Да. Хорошо. И даже проводили такие исследования насчет молитвы на языках. Но это все-таки представляет для людей некоторую загадку. Откуда они берутся, хотя эхо-лалия, эхо-лалия, говорение на языках, это известно издавна. Издавна. Что иногда люди после стресса или после тяжелых заболеваний, скажем, кирпич на голову упал, и он заговорил на незнакомом языке. Бывали такие случаи. Даже что-то говорят о пробуждении наследственной памяти, но объяснить это с точки зрения физиологии врачи не могут. Вы понимаете, как могут быть психиатры, которые изучают психо, то есть душу человека, и в то же время не понимают, что они не признают существование души, как наши советские психиатры. Это вообще абсурд. Вся наша советская психиатрия – это сплошной абсурд. Я вам точно скажу, я сам этим занимался. Итак, смотрите, здесь будет говорить, если человек говорит молитву на обыкновенном своем языке, какое полушарие задействовано? Интеллектуальное левое. Но если говорить на языках, и делали электроэнцефалограмму пятидесятникам, говорящих на языках, оказалось, что правое полушарие. При пении нигунов, ай-яй-яй, ой-яй-яй, какое? Да, правое. То есть мы видим, что буду молиться духом, буду молиться языком. То есть в одном месте располагается интеллектуальное, и если мы поем песню, выразительно, красиво, обдумывая каждое слово, то у нас задействовано какое полушарие? Интеллектуальное. Но если мы ай-яй-яй, ой-яй-яй, или какую-то глупость, да, «Гоп, казах, черепом» – очень духовная песня. Да, но это таки духовная песня, потому что слова тут вообще не имеют никакого значения, да, что вы поете. Но имеет значение то, что идет от вашего сердца. Поэтому она называется нигун. Нигун, то есть мелодия. Мелодия, напев. Мужчины способны, видите, к прогнозированию. Женщины интуитивно. И вот эта интуиция им позволяет в области духа, да, быть больше пророчествующими. Хотя пророки – настоящее служение. Это все-таки характерно для мужчин. Опять-таки, да. Но женщины больше интеллектуально разбираются в этом деле. И они могут что-то мужчине подсказать, прислушаться обязательно к своей жене, да. Как сказал Бог Аврааму, «Сару, слушайся». Это, я думаю, что это заповедь. Вот. Правда, Бог там Бог сдобал, но сделать по-своему. А это уже ведраж. А это уже ведраж, да. Моисей, этот, не Моисей, этот. Магомед наоборот сказал. И сделай наоборот. Но мой ведраж, да, «Сару, слушайся, а делай что?» По-своему. То есть интеллект и интуиция. И они должны быть в гармоническом сочетании. Здесь мозжечок – это какая? Такая двигательная зона, да. Кстати, глаза, это тоже, если гистологически считать, они сетчаткой имеют такое же строение, как и головной мозг, как и кора головного мозга. Там имеются точно такие же слои. То есть глаз не только видит, но он и понимает. Производится первичная обработка информации. Теперь еще в мозге человека есть такая интересная очень штучка. Видите, музыка имеет в том мелодию и ритм, да? Это запишите. Ритм очень важен, потому что есть биоритмы. И я вам говорил, что есть ритм, которым можно убить, ритм, которым можно возбудить. Музыка, ритм и мелодия. Наши современные, но петь очень трудно. Смотрите, даже берут, реанимируют старые песни еще 60-х годов, да? Чтобы народ их пел. Народ не может петь те песни, которые сейчас выдумывают в эстраде. Потому что они не имеют чего? Мелодии. А ритма не имеют? Ритма не имеют. При колдовстве ритм используется очень даже. В арабане у меня, вот когда был знакомый с шаманом, я даже видел этот бубен. У него, правда, он при мне не камлал. Так вот, есть еще такое интересное образование. Образование у человека. Называется ретикулярная формация. Формация по латыни. Образование. А ретикулы означает сетка. Сетчатая формация. Если по-нашему, интернет. Оказывается, в мозге человека есть свой интернет. Если различные функции мозга имеют какие-то определенные центры, то ретикулярная формация, она не имеет центра. Это просто сеть нейронов, очень, так вот, хаотично распространенной по всему мозгу человека. Они есть в стволе, они есть в коре мозга, они есть подкорки мозга. То есть, какую же функцию они выполняют? Некоторые думали, что это результат того, знаете, как вот мозг медузы. У медузы нет ни нервных узлов, ни мозга, да? Но нервная система у нее есть. И у нее такая вот сетчатая формация. Ну, это не значит, что человек произошел от медузы. Это значит, что все живые организмы имеют общее, правда? И в физическом смысле мы действительно все есть производные, как говорится, из земли, из праха земного. И у человека тоже есть такое образование. Оно за... вот этот внутренний интернет, связанный со всеми участками мозга, заведует чем? Оно заведует тонусом. Тонусом организма. Помните, я вам говорил, что если вы хотите быть бодрыми, с утра утра вставайте, в особенности сейчас, когда недостаток света, раздевайтесь, да, и становитесь под яркий свет. Не обязательно под кварцевую лампу под яркий свет. И хотя бы минут 10 постойте, чтобы ваше тело впитывало яркий свет. Да? Вы замечаете, что в такие тусклые дни сонливость возникает, да, у человека? И есть клетки, пигментные, пигментные клетки, которые вырабатывают гормон меланотонин. Меланос черный, да, по-гречески. Вот эти клетки вырабатывают меланотонин. Этот гормон меланотонин поступает в кровь и возбуждает ретикулярную формацию. В свою очередь, ретикулярная формация возбуждает всего человека. Если у тебя меланотонина много, ты будешь бодрым, активным. Замечайте, какие народы наиболее экспансивные, наиболее эмоциональные? Все светлокожие или темнокожие? Почему? У них много этого меланотонина. Ну, если негра, посадить, конечно, в нашу комнату и не освещать, так у него тоже будет настроение плохое. В свою очередь, ретикулярная формация вырабатывает еще ряд гормонов, которые похожи на гормоны, возбуждающие, как они называются, эндорфины. Эндовнутренние морфины. Вот почему морфи и другие галлюциногены, они способны воздействовать на мозг человека. Эндорфины также образуются при ритмичной музыке, эндорфины во время процесса активного движения, при танце, например, при выполнении физических движений, поэтому зарядка. Вы попрыгали, вы побегали и у вас что? Появилась бодрость. За счет чего? За счет ретикулярной формации, которая выработала эндорфины. Не даром, видите, морфинисты, которые не хватает этого, чтобы за кайф там сначала был морфин, а потом еще там покрепче препараты, да? Вот и так далее. Есть, как я говорил, в бананах тоже там содержится серотонин. Это тоже вещество, которое вырабатывается клетками головного мозга. И исходное вещество содержится в марихуане. Поэтому, если у вас плохое настроение, можете съесть пару бананов. Два банана заменяется риготкой в марихуане, если вы их съедите с кожурой. В основном к кожуре. Без кожуры там меньше. Вреда вам не будет. Вреда вам не будет. С кожурой не надо есть, если вы не хотите стать наркоманом. Вы знаете, не пейте ни в коем случае корвалом. Подсядете, не дай бог. Он у меня один мой знакомый, после травмы позвоночника. Так он сейчас бутылками пьет этот корвалом, верующий, между прочим. Член церкви не может от этого избавиться. Стал уже почти наркоманом. Это страшно. Корвалом не пейте никогда. Лучше что-то другое. Валериану, травки какие-то другие. И так далее. То есть, вот эти эндорфины. У нас дискотека, что у нас образуется? Эндорфины, да? Эндорфины. Поэтому на дискотеках человек будет возбужденный, да? Музыканты все, чтобы каким-то образом они себя возбуждают, возбуждают. И они вынуждены переключаться на наркотики многие. Многие рок-музыканты, они что употребляют? Наркотики находятся в наркотической зависимости, правда? Эта наркотическая зависимость уже переходит в духовную зависимость. Теперь еще немного о ритмах. Есть функции внимания, есть интеллектуальные функции, эмоциональные функции, и они подвигаются определенным ритмам. Например, ритм внимания – это 20-минутный ритм. 20-минутный ритм. И мне очень понравилось, когда вам Дэн Джастер рассказывал о еврейской литургии. Нет. Помните, он вам рисовал график? Еврейская классическая литургия. Она начинается с чего? С благословений, да? Благословений, подъем. Затем читается шмане, да, здесь читается отрывок утренней литургии. Читается отрывок Акедаты Цхак. Так, потом кульминация идет шмане, эсре, помните? Затем опять идут благословения. Значит, благословения, шмане, эсре. Опять как бы спадение. Вот такая горизонтальная черта. Горизонтальная черта. И затем спад. Вот если взять ритм электрокардиограммы и растянуть во времени с одной секунды до часа, мы получим тот же самый ритм. Да? Видите? Значит, где-то на литургии вот эта часть продолжается 45 минут. И эти 45 минут – два цикла подъема. Вот смотрите, у нас, допустим, начало, хвала, поклонение, да, один ритм. Потом мы можем перейти к более спокойной музыке. Затем еще ритм. Вот это наш ритм. Затем почему-то у нас идет сильное падение во время объявлений. Я бы, например, объявление делал в конце. Потом он немножечко у нас поднимается, вот когда я говорю, а потом уже, когда говорит пастор, и вот такое у нас получается. Немножко ритм, да? Ну, как бы вот это, похоже, повторенное два раза. Заметили? Значит, этот ритм 45 минут – это полтора часа. 45 плюс 45. Полтора часа. Полтора часа – это максимально, чего может выдержать плоть. Ну, оно может и больше выдержать. Ну, просто человек скучно будет. Поэтому фильмы делают полтора часа. Интересно, что индийские фильмы делали по три часа. Пытались полуторчасовые дать им фильмы, они живут по другому ритму. Они живут по другому ритму. У них вот эти служения их, ну, в храмах, вот в этих идейских их них было. И также народные гуляния продолжались по полтора часа, спектакли народные. По три часа, по три часа, то есть. Поэтому они фильмы не могли выдержать, им нужен трёхчасовой ритм. Когда человек спит, в течение 45 минут он проходит определённый цикл. То есть человек погружается в сон, да? Затем происходит переработка информации, фаза быстрого сна, и через 45 минут он встанет бодренький и здоровенький. Поэтому, если вы хотите лечь поспать, вы ложитесь спать на 45 минут, а не на час. Я, например, за 45 минут лучше успеваю выспаться, чем за час. Иногда я прихожу, после работы очень усталый, лёг за 45 минут, и хорошо. Если я посплю час, я уже потом стою разбитый и усталый, как будто и хуже. То есть 45-минутный. Вот, видите, как интересно. Да, и еврейская литургия, действительно, да, короткие молитвы совершаются за 45 минут, вот, служение. А с чтением Торы, а с чтением Торы занимает полтора часа. То есть тоже 45 минут умножены на 2. Хорошо, если у нас будет соответствовать этому. Да? Вот, только я бы вот этот резкий пик вниз я бы убрал. И тогда было бы вот так. Тогда было бы вот так. Это не к тому, что я делаю, критикую замечания, да? Ну, вот, всё-таки как-то, вы замечаете, что после этих объявлений как-то люди расслаживаются чуть-чуть? Либо их лучше делать в начале служения, либо в конце. А может быть, даже в начале служения лучше сделать. Почему? Потому что в конце не все до конца доживают. Некоторые сваливают, да? Да, ну, думайте, думайте. Я же не ставлю вам. Но я говорю, что у нас, в принципе, это выдерживается. У нас это выдерживается. Но вот это вот резкое падение. Ну, это мне кажется. Может, кому-то по-другому. Я ещё раз говорю. Но вы замечаете, что вот наша литургия шабатная, она просто инстинктивна. Она похожа на шабатную литургию в этом отношении. В отношении пика и падения. Вот, внимание человека можно удержать 20 минут. Поэтому нормальная проповедь не должна быть короче, не должна быть длиннее. 20 минут вполне достаточно для того, чтобы человек отслабил. Если ему больше дать информации, если он не будет записывать, он её просто забудет. Вот, 45 минут, опять-таки, видите, это время как урок делается. Это тоже не зря. Не зря. Это соответствует физиологическим нормам организма. То есть, видите, 20-минутный цикл, да? И 40-минутный цикл. 20 минут взрослый человек способен удерживать внимание. Дальше надо какую-то давать разрядку. Какую-то смену обстановки. Либо шутку сказать. Помните, я вам говорю. Я обычно люблю пошутить, анекдот какой-нибудь рассказать. Но тут тоже надо иметь определённое чувство меры. Вот это, что касается физиологии. Теперь будем немножко говорить о музыке, о библейской отношении музыки. Видите, музыка – это одна из древнейших профессий. Да? Я уже потомки Каина, кто был первый музыкант, да? И изготовитель музыкальных инструментов. Вот в бытие 4.20-22 упоминаются три древнейших профессии. Сегодня нет той, которую подразумевают некоторые. Но зато есть три древнейших профессии. Это какая? Пастух, музыкант и кузнец. Пастух, музыкант и кузнец. Видите, интересно. Пастух что делает? Кормит и одевает людей, да? Кузнец что? Делает разные инструменты. И дает человеку промышленность. Отсюда пошла интеллектуальная и научная деятельность, да? А эмоциональная сфера – это что? Музыка. Это музыка. В Библии есть описание разных песен. Нету самих песен, но что есть они? Описание. Военные песни. Числа 21 дробь 27-30. Я буду быстро говорить, если кто хочет. Потом отдельно запишет. Я еще раз говорю, я не буду вам... Это то, что я на тесте, не буду долго вам говорить, да? Просто запишите, если вас интересует. Значит, числа 21, 27-30. Торжественные песни. Исход 15-20. Походные песни. Числа 10 дробь 35-36. Песни строителей. Иов 38 глава 7 стих. Песни старожей. Исайя 21-12. Песни любви. Псалом 44-й и песнь-песен. Свадебные песни. Бытие 31 дробь 27. Застольные песни. Иова 21-12. Дворцовые песни. Второе царство 19 дробь 35. Танцевальные песни. Много. Исайя 15 дробь 20. 32 дробь 18-19. Первое царство 18 дробь 6-7. 21 дробь 11. 29 дробь 5. Салом 25 дробь 6. 67 дробь 26-27. 86 дробь 7. Хотя в канонической Библии вы слова танцы не найдете. Да? Почему это сделано? Всякий перевод это комментарий переводчика. Кто переводил, тот и комендировал. Естественно. Важнейшие события Библии. Падение Ерихона. Какая-то музыка на духовых инструментах была, да? Иисус с нами 6 глава. Посвящение храма Соломона. Второе паралипоминон. Пятое. Глава 11-14 стих. Пробуждение при Езекии. Второе паралипоминон. 29 глава. 25-31 стих. Пробуждение при Иосии. Второе паралипоминон. 35-1-19. Восстановление при Ездре. Видите, всякий раз, когда у евреев было пробуждение или восстановление Божье, всегда это сопровождалось чем? Музыкой, хвалой. Да? Ездра 3-1-13. Восстановление при Нееме. Нееме 12 глава. 27-47 стих. И даже рождение Ишуа она сопровождалась музыкой и пением. Кто пели? Ангелы. Луки 2 глава, 13-14 стих. То есть, хвалить Бога в музыке, танце, с радостью и сеселе, это заповедь. И знаете, что даже за невыполнение этой заповеди есть соответствующее наказание. Так как ты не служил Богу в радости, то будет то-то, то-то и то-то. Да? Интересно. Вот. И я говорил, что хвала, она уводит нас от своих проблем, забот и переключает фокус на Боге. Да? И это митсва. Это митсва. И музыка представляет собой невербальное воздействие на человека. Прежде всего, через эмоции. Этого уже надо записывать. Музыка представляет собой невербальное воздействие на человека. Прежде всего, через эмоции. Вы знаете, что есть вербальная информация и невербальная. Верба – это слово, да? По-латыни. Сейчас, минуточку. Вербальная информация. Я сейчас рассказываю вам, да? Забыли записать? Потом допишите. Значит, я вам могу что-то говорить, и будет у меня совершенно другое выражение лица. Да? И что вы будете воспринимать? То, что я говорю? Я вам на тесте сделаю лёгкую жизнь. Вам так будет легко сдавать тест? Что вы будете воспринимать? Понимаете? Значит, вот запишите, что 80% информации идёт через невербальное. То есть, через наши жесты, через выражение лица, через мелодию нашего звука, интонацию и так далее, да? Вот, 80% и только 20% информации она несёт вербальной информации. Итак, ещё раз даю определение. Музыка представляет собой невербальное воздействие на человека, прежде всего через эмоции. Так? Это первое, что у вас записано. Невербальное воздействие на человека, прежде всего через эмоции. Через какое полушарие? Мы уже говорили. Да. Через эмоции. Второе, что там записывать, не первое, а второе цифры ставьте. Следующее предложение у вас должно быть. Музыка имеет ритм и мелодию. Ритм и мелодия. Ритм является мощным синхронизатором деятельности всех органов человека. Хотите, чтобы все люди функционировали вместе? Что надо научить их маршировать? Чем их занимается армия? В принципе, в современной армии совершенно не нужны ни маршировки, ни броски никакие. Вы знаете, в современной армии люди чем занимаются? Да, ездят на автомобилях и только там последние пару минут могут пойти в атаку. Либо вообще сидят у пультов управления и нажимают кнопки. Правда? Но вы хотите, чтобы все были в едином ритме? Заставьте людей маршировать. Вот почему коммунисты, смотрите, они очень любили такие вот мелодии. Фашисты любили маршевые мелодии, да? Причем одни и те же марши были и у коммунистов, и у фашистов. Смотрите, у нас был юный воробайщик, да? Это песня Шармойкова сейчас. Да, только у нас это по-другому было. И так далее. Все выше и выше. И выше. Это тоже песня Люфтваффе. Да, ритм и мелодия. Ритм, значит, синхронизирует человека. Да? Если вы хотите, чтобы много людей были все в едином ритме, нужно как и маршевые такие музыки, правда? Маршевые. Любят музыку петь и коммунисты, любят музыку петь и баптисты, и пятидесятники, и хорезвоты. Правильно, да? Да, и если вы будете петь вместе, хоровым пением, то вы будете объединяться в едином порыве не только одного человека, но и целой армии. Поэтому неудивительно, что музыка использовалась на войне. Да? Поэтому музыка, под музыку, музыка может настолько воздействовать на человека, что он легко пойдет на смерть. Тогда как, если человек будет сидеть и думать, ой, я сейчас пойду, а сейчас в окопе, а это та-ш-маш, тра-та-та. Да? Заметьте, казнь человека, даже тоже совершается барабанный ритм в определенном темпе. Замечаете? То есть человек может пойти на смерть и даже совершить такие вещи, которые он в нормальном психическом состоянии никогда бы что? Не совершил. Под действием музыки. Опять-таки, это может и позитивный, и негативный смысл иметь. В зависимости от того, когда, и где, и как. Правда? Поэтому музыка использовалась на войне, и не только для того, чтобы шагать в ногу. Песни помогали идти на бой, на смерть. Недаром их так любили революционеры, воины и верующие. Это действие ритма, да? Ритм – это что? Синхронизатор, мы говорили. Мелодия также воздействует на человека без слов. Например, еврейские негуны. Что делает мелодия? Она может сделать человека веселым или грустным, изменить его мироощущение. Может сделать человека иным. Смотрите, что сделал иным человеком? Саул. А, во-первых, однажды он встретил там сон пророков, то есть множество пророков, да? И что эти пророки делали? Играли на музыкальных инструментах. И он переродился и стал другим человеком, и начал что? Пророчествовать. С другой стороны, злой дух находил на него, призывали Давида, что? Давид играл на музыкальных инструментах, и тем самым злой дух отходил от Саула. Помните, я говорил, мелодия Моцарта может исцелить эпилепсию. И так далее. Мелодия Моцарта? Да. Если сейчас послушать. Ну, и в интернете нашли такие сведения. Вот. Так. Хорошо. Итак, значит, мелодия делает человека веселым или грустным и может изменить мироощущение. Музыка может сделать человека иным. Слова усиливают действия музыки. Но мы, в особенности нашей культуры, когда жили в советской стране, часто слышали песни на незнакомом нам языке. И они нам нравились. Французские песни, польские песни. Правда? Хотя мы не понимали слов. Поэтому необязательны слова. Хотя слова усиливают действия музыки. Вот эти, вот всякие музыки в стиле кантри, американские. Американцы хорошо знать, когда вот знаешь, о чем они поют. А нет, оно кажется, как бы просто бренчане. Правда? Когда знаешь, о чем они поют, вот многие песни американские я не могу воспринять. Потому что я не понимаю, о чем они поют. Если бы я понимал, это было бы мне намного легче. Вот. Хорошо. В нашей культуре, еще можете отметить, гипертрофирует разум над чувствами. Да? Гипертрофия разума над чувствами. Но Бога нельзя познать одним разумом. Бога нельзя познать одним разумом. В нашей культуре гипертрофия разума над чувствами. Но Бога нельзя познать одним разумом. Чем занимается школа? Ну, разве уроки музыки раз в неделю делает, конечно. Но в основном вырабатывает у человека что? Интеллект, да? А любого к прекрасному на что сильно вырабатывает в школе? Нет. Итак, отметьте, музыка помогает нам понять Бога. Музыка помогает нам понять Бога. Так, функции музыки, да? Первое. Она делает нас чувствительным к голосу Бога. Первое. Она делает нас чувствительным к голосу Бога. Четвертое. Царств 3. Дробь 14.16. Пример. Делает нас чувствительным к голосу Бога. Делает чувствительным к голосу Бога. Четвертое царств 3, дробь 14 или 16. Музыка способна передавать духовные истины. Колоссянам 3,16. А ну найдите, что там пишется. Да. Способна передавать духовные истины. Да. Да. Еще? А, псалмами, вот. То, что мы говорили, да. Псалмами, псеснопениями и так далее, да? Вот, видите? То есть музыка может вразумлять, назидать, как мы говорили, да? Да. Правильно. Если играть по вдохновению Божьему, и это пример Саула и Давида, то может музыка изгонять злых духов. Музыка может быть пророческой. Да. И видите, пророк, такой великий пророк, как Давид, использовал пророческую музыку. Все согласны, что Давид пророк был? Да. Он много пророчествовал. А еще мессианские пророчества у нее есть. И все это в псалмах. Так что у нас уже вообще закончилось? Ну, хорошо. Дайте мне парочку минут. Дайте мне парочку минут, чтобы мы... Значит, музыка способна... Музыка способна злых духов изгонять. Первое. Царств 16, дробь 14-23. Это пример кого? Саула. Да. Саупривер. Саула. Да. Пример Саула и Давида. Да? Царств. Как меня начинают торопить, уже хуже. 16, дробь 14, дробь 14-23. Дробь 14-23. Музыка может пророчествовать. Музыка может пророчествовать. Да? Следующий пункт. Может пророчествовать музыка. Да. Да. Есть пророческая музыка. Даже бывает пророческая музыка без слов. Одна женщина пророчествовала, играя на музыкальном инструменте, а я видел видение, которое, вы помните, в стихах в поэме о камнях описал. Я в прошлом году читал свои стихи. Музыка способна пророчествовать. Нет, ну, музыка способна пророчествовать. Там, я же говорю, Давид пользовался музыкой. Да. Да. Посмотрите внимательно. Хорошо. Еще две минуты. Две минутки. Вот. Даже тогда, когда еще не было евреев, были удивительные музыканты. Вот Авраам был арамьянин, житель Междуречия. И еврейская музыка имеет общий корень с музыкой современного Ирака и Ирана. И рассказы о чудодейственной силе музыки были в древности из разных культурах. Герой античной мифологии Орфей, помните, он что, помощью музыки проникал куда? В царство мертвых. Есть были на Асадко, где играл к подобному царю. Это тоже разновидность такой легенды. Значит, Орфеев говорит, повелите от царства мертвых вернуть его возлюбленную награду за его дивное пение. В Германии есть предание афлейтисте из Гамельна, который околдовал своей игрой и утопил в речке полчища крыс. Скорее всего, он был первым рок-музыкантом, как я думаю. А один кудесник при дворе монгольского властителя Акбара, как рассказывает легенда, посредством музыки умел зажигать масляные лампады, вызывать дождь и оживлять цветы в любое время года. То есть удивительные вещи, да? Вы знаете, что не зря там некоторые там камлавят, бьют в бубен, а потом идет дождь. Когда есть определенный ритм, который совпадает с ритма атмосферных потоков, то дождь может быть вызван незначительными проявлениями. Маленькими кристаллами, да? Вокруг начинает кристаллизоваться влага. Вода в облаках всегда есть. Музыка может вызывать дождь. Музыка оживляет цветы увядшие. Это может быть хорошее, это может быть плохо. Это может использоваться и в оккультных вещах, и это может использоваться для прославления Бога. В зависимости от того, кто это делает. Да, теперь еврейская музыка. Начнем завтра. Спасибо.